В администрации Кингисепского района состоялась презентация книги «Государево село Венкуль во времени и пространстве». Ее автор – Геннадий Александрович Попов. Он родился в Выборге в середине прошлого века, преподавал историю и обществоведение, а с 1986 года был заведующим в Ивангородском музее. Сейчас на пенсии. Вот уйдя на пенсию, человек, которому не только интересна вся история, которую он сейчас говорит об этом, но он, в общем-то, постоянно и стремится, и старается поступать в прессе в нашу. В марте этого года книга краеведа Геннадия Попова увидела свет. Это плод многолетнего труда Геннадия Александровича. В нем история села Венкуль, которая сейчас находится в статусе деревни и расположена неподалеку от лагеря Рассонь. Это серьезная научная монография. В ней родословные жители, культура и множество иллюстраций, которые передают историю старины. Он старался максимально приблизить пресс-дворные книги к историческим фактам. Ну, это на протяжении жизни он собирал эти материалы, получал. Да, это же... Вот не каждая деревня может, да? Да. Не каждая деревня может сегодня погордиться, что есть в деревне своя книга, своя история. Это, конечно, на поколение останется. Но мне кажется, это с учетом того, что мы обязательно данную книгу разместим во всех библиотеках Кингисепского района. Мы приобретем книги, еще сколько нужно экземпляров. Издание книги – довольно затратное удовольствие. Пока существует лишь 200 экземпляров. В ее создании участвовали всем миром. Помогали кто чем мог. Немало сил приложил Валентин Данилович Дубчак. Эта книга инценировала создание музея. Вот попуг, мы с ним так сидели, долго смотрели, прикидывали. Да, музей можно. Тем более в деревне еще были люди достаточно тех времен, в которых хранились вещи, кухонный какой-то инвентарь. В предисловии книги – пролог жителям села, ушедшим, здравствующим и будущим. Всем любящим наш край, авторам посвящается. Собранные крупицы истории Геннадий Александрович Попов превратил в уникальные страницы, повествующие людям о людях, жителям современности, о днях давно минувших.